Громкая история с дрессировщиком цирка Шапито получила продолжение. Напомним, новости 7 канала рассказывали, что после гастролей в нашем городе артист с верблюдами, медведями и лошадью остались на улице. Их приютил конный клуб «Храброе сердце». Через некоторое время дрессировщик пропал вместе с деньгами, который отправил цирк из Еревана на переезд, а звери остались в Красноярске. Сегодня мужчина объявился и обратился к нам с просьбой помочь вернуть ему животных. Смотри, телевизор. Колонки три, холодильник. Никто ничего не жжел. Из-за этого дрессировщик Игорь Петровец и потерял своих животных. Признается, просто сорвался. После этого вызвали. А может тебе говорить, что ходить? Вы лежали в больнице. В больнице лежал. Я этого не скрываю. Какие диагнозы у вас выписали, говорят? С нервным срывом, с нервным потрясением. С шизофрения вам? Ну, шизофрения может. Да? Да. С каких шизофрения? На почве чего? Женщина утверждает. Выгнала дрессировщика из-за наркотиков. Сам Игорь в этом не признается. В больнице лежал, но не кололся. Я могу провериться и справку вам принести. Теперь Игорь Петровец хочет вернуть своих четвероногих артистов. Двух медведей, верблюда и собаку отдали. Коня и второго верблюда. Готовы вернуть за 200 тысяч. Именно в такую сумму руководство конного клуба оценило свои затраты на содержание животных. Дрессировщик с ценой не согласен. Валентина, вы в благотворительных целях взялись за это дело. Правильно? Правильно. А теперь вы требуете 200 тысяч из Петровца. В благотворительность не входило то, что мы будем не только содержать на свои средства этих животных, но и ухаживать за этими животными. На содержание одной лошади уходит в среднем около 9 тысяч рублей в месяц. Три медведя обходились клубу в 60 тысяч рублей в месяц. А еще были два верблюда. Именно эти затраты руководство храброго сердца и намеревается взыскать с дрессировщика. Общего языка бывший и теперешний хозяева животных не нашли. Платить дрессировщик не хочет, да и не может. А просто так отдать зверей в клубе не готовы. Мужчина даже не смог увидеть своих питомцев. На конюшне их не было. Говорит, сейчас важно доказать, что он не совершал многого из того, в чем его обвиняют. Например, в краже денег. Особенно тех, что собирали люди на содержание его животных. Люди несли после репортажа, что бросили животных на произвол. Люди, очень добрые все Красноярска, снесли очень-очень много продуктов. Да, я помню. Очень много продуктов было. И приносили и деньги. Но деньги я не брал вообще. А вот из другого источника деньги забрал, признает. Из Ереванского цирка дрессировщику высылали 380 тысяч на переезд. На эти деньги купил прицеп. Но поехать не может. Машина не на ходу. Да и цирковая труппа еще не в сборе. Ереванский цирк просит вернуть деньги. Сам Игорь надеется. Сможет заработать и отдать долг. Сейчас в Каннске буду делать вредное жительство. И буду делать сам цирк. Будем ездить по деревням. О своей зависимости мужчина рассказывает с неохотой. Но уверяет, завязал. Теперь хочет вернуться к нормальной жизни. И вернуть своих животных. Ирина Шивага, Дмитрий Комаров, Станислав Смирнов, 7 канал.